Всем привет! Вы на канале правильный выбор и в этом видео я расскажу вам про 8 лучших смартфонов стоимостью до 50 тысяч рублей. В описании под этим видео вы найдете ссылки, где сможете посмотреть стоимость этих устройств, а я тем временем расскажу об их технических характеристиках и преимуществах, благодаря которым эти устройства попали в данный топ. Устраивайтесь поудобнее, ролик будет длинным, но очень интересным и возможно поможет вам определиться с покупкой нового смартфона. Но перед тем, как я начну, напомню вам, что подписавшись на правильный выбор, вы сможете всегда быть в курсе выхода новых устройств и изменений их цен. Я регулярно публикую топы и обзоры на смартфоны, гаджеты, бытовую технику и другие устройства, которые могут быть вам интересны. Так что самое время нажать на кнопку подписаться и на колокольчик, если вы не сделали этого раньше. Ну а я тем временем начну топ-8 лучших смартфонов стоимостью до 50 тысяч рублей. Первый герой этого видео – Huawei P40, имеющий 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной памяти. Этот смартфон получил OLED-экран диагональю 6,1 дюйма с разрешением 1080 на 2340 пикселей. Экран передает яркие и сочные цвета, имеет широкие углы обзора, отличный черный цвет и высокую максимальную яркость. Поэтому изображение и текст с него отлично просматриваются на солнце. Huawei P40 по достоинству оценят любители фотосъемки. На лицевой стороне у смартфона находится фронтальная камера на 32 мегапикселя. Она позволяет делать фотографии высокого качества при любых условиях освещения, а также записывать видео в разрешении 4К с частотой 30 кадров в секунду. На тыльной стороне у Huawei P40 расположен тройной камерный блок с главным широкоугольным 50-мегапиксельным модулем, 16-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем и 8-мегапиксельным телеобъективом, который обеспечивает трехкратное оптическое увеличение. Камера смартфона разрабатывалась совместно с компанией Leica, поэтому Huawei P40 является одним из лучших камерафонов на сегодняшний день. Он обеспечивает высокое качество снимков в любой ситуации и имеет большое количество режимов, включая ночной и полностью ручной, где можно выставить свои параметры съемки. Фотографии в темное время суток и при плохом освещении получаются высокого качества благодаря новому ультрасенсору, обеспечивающему невероятную четкость. Также стоит отметить возможность съемки с расстояния в 2,5 см, 30-кратный оптический зум и улучшенную стабилизацию изображения. Видеосъемка на Huawei P40 может вестись в разрешении 4К с частотой 60 кадров в секунду. С быстродействием у смартфона тоже все отлично, ведь в Huawei P40 установлен один из самых высокопроизводительных процессоров на данный момент – Kirin 995G. Он не только обеспечивает полный доступ к новым возможностям высокоскоростной передачи данных 5G, но и отлично справляется со множеством поставленных задач одновременно. Что касается автономной работы, то не стоит переживать, что аппарат может разрядиться в течение дня, ведь в нем установлен аккумулятор емкостью 3800 мАч и имеется поддержка технологии быстрой зарядки. Смартфон может работать 22 часа в режиме разговора, а просмотр видеороликов может длиться на протяжении 18,5 часов. И это далеко не все особенности Huawei P40. В нем также есть слот для карты памяти, биометрический сканер, поддержка Wi-Fi 6, экранный сканер отпечатка пальца и многое другое. Единственный минус – нет сервисов Google. К счастью, скачать необходимые игры и приложения можно из собственного магазина Huawei. Менее чем за 50 тысяч рублей сейчас можно приобрести Xiaomi Mi Note 10 Pro, у которого 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт постоянной памяти. Это смартфон с пятью камерами на тыльной стороне, главный модуль получил сенсор на 108 мегапикселей, который позволяет делать фотографии в сверхвысоком разрешении в любое время дня и ночи. Кроме того, в смартфоне есть 12-мегапиксельный портретный объектив, 20-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, камера для макросъемки и телеобъектив на 8 мегапикселей, обеспечивающий качественное приближение. А для ярких и детализированных селфи-снимков в смартфоне предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера. Xiaomi Mi Note 10 Pro получил большой и яркий амулет-экран диагональю 6,47 дюйма, который отображает насыщенную цветами картинку даже под широким углом. За производительность устройства отвечает восьмиядерный чипсет Snapdragon 730G, который обеспечит плавную работу тяжелых приложений и без проблем позволит запустить многие игры на высоких настройках. В плане автономности у Xiaomi Mi Note 10 Pro тоже все на высшем уровне. Он получил аккумулятор емкостью 5260 мАч. С его помощью смартфон способен выдержать до двух дней без подключения к розетке, а 30-ваттная зарядка заполнит емкость батареи от 0 до 100% всего за час. Следующий герой нашего рейтинга лучших смартфонов стоимостью до 50 тысяч рублей Samsung Galaxy S10 Lite, имеющий 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти. Смартфон имеет огромный и яркий экран диагональю 6,7 дюйма с матрицей Super AMOLED Plus, обладающий отличной цветопередачей, высокой контрастностью и широкими углами обзора. Соотношение сторон составляет 20 к 9, поэтому смартфон отлично подходит для просмотра сериалов и фильмов. Также стоит отметить, что в экран встроен быстрый и точный сканер отпечатка пальца, который распознает владельца практически всегда с первого раза. А еще дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 5. Фронтальная камера смартфона с разрешением 32 Мп позволяет делать отличные селфи-снимки, которые не стыдно выложить в соцсети. А на тыльной стороне у Galaxy S10 Lite расположен прямоугольный камерный блок, состоящий из 48-мегапиксельного основного модуля с оптической стабилизацией, сверхширокоугольного модуля разрешением 12 Мп, а также макрообъектива на 5 Мп. Снимки на основную камеру получаются отличного качества при любых условиях. А что касается видеосъемки, то доступна запись видеороликов в 4К 60 фпс. Также поддерживается видеосъемка со стабилизацией в Full HD. За производительность аппарата отвечает мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 855, с которым можно не беспокоиться о подтормаживаниях. В плане автономной работы Galaxy S10 Lite тоже не подкачает, ведь в нем установлен аккумулятор емкостью 4500 мАч. Его хватает на целый день активного использования смартфона. Также стоит отметить, что в Galaxy S10 Lite есть поддержка 45-ваттной быстрой зарядки. Следующий герой нашего топа лучших смартфонов стоимостью менее 50 тысяч рублей – OnePlus 8, у которого 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти. Смартфон может похвастаться большим экраном диагональю 6,55 дюйма с матрицей Fluid AMOLED и частотой обновления 90 Гц. Также стоит отметить, что под экраном имеется быстрый сканер отпечатка пальца и есть защитное стекло Gorilla Glass 5. Фронтальная камера смартфона расположена в миниатюрном круглом вырезе в самом экране. Она имеет разрешение в 16 Мп и поддержку HDR. Любители селфи-снимков по достоинству оценят ее возможности и функционал. Что касается основной камеры, то помимо главного 48-мегапиксельного модуля в смартфоне присутствует 16-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и камера для макросъемки с разрешением в 2 Мп. Снимки на OnePlus 8 получаются очень качественными, как и у флагманов других производителей смартфонов. Съемка видеороликов может вестись в разрешении 4К 60 фпс, причем в настройках можно выбрать режим 4К синий. Он увеличивает соотношение сторон до 21 к 9, при котором файлы видеороликов будут занимать меньше места в памяти. С производительностью аппарата все отлично, ведь в нем установлен восьмиядерный Snapdragon 865. С результатом в 564 тысячи очков OnePlus 8 занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге лучших андроид-смартфонов от Antutu Benchmark. Ну а долгое время автономной работы устройство обеспечивает аккумулятор емкостью 4300 мАч, благодаря которому OnePlus 8 может работать полтора дня без подзарядки. Из других особенностей этого смартфона стоит отметить поддержку сетей 5G и Wi-Fi 6, стереодинамики и поддержку технологии быстрой зарядки, с помощью которой за 20 минут заряд аккумулятора восполняется на 50%. Напомню вам, что сравнить стоимость всех смартфонов из этого рейтинга вы можете по ссылкам, оставленным в описании. Если вас заинтересовала какая-то модель, то смело кликайте по соответствующей ссылке и вы увидите актуальные в данный момент цены. Следующий герой этого видео – Samsung Galaxy Note 10 Lite с 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти. Он имеет огромный и яркий Super AMOLED дисплей диагональю 6,7 дюйма, а также Stylus S Pen для более комфортного взаимодействия пользователя с устройством. Stylus позволяет писать тексты, рисовать скетчи на экране, делать фотографии, пролистывать музыку и многое другое. Сделать яркое и красивое селфи на смартфоне позволит 32-мегапиксельная фронтальная камера, которая имеет множество полезных режимов. На тыльной стороне Galaxy Note 10 Lite расположен фотоблок из трех 12-мегапиксельных камер, которые позволят делать снимки на профессиональном уровне. Основной модуль с оптической стабилизацией выдает проработанные кадры даже при низкой освещенности. Сверхширокоугольный модуль с углом обзора 123 градуса помогает снимать детализированные панорамы, а телеобъектив приблизит удаленный объект без искажений. Также стоит отметить, что смартфон поддерживает съемку в разрешении 4К 60 фпс. За производительность Samsung Galaxy Note 10 Lite отвечает мощный восьмиядерный процессор Exynos 9810, работающий на частоте 2,7 ГГц. Емкость аккумулятора у смартфона составляет 4500 мАч, и его хватает на 14 часов непрерывного просмотра видео и вебсерфинга. Также стоит отметить, что Galaxy Note 10 Lite поддерживает технологию быстрой зарядки, благодаря которой можно всего за час полностью восстановить запас батареи. Продолжает наш топ Huawei P30 Pro, у которого 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Этот смартфон получил стеклянный корпус и защищен от попадания пыли и воды в соответствии со стандартом IP68. Huawei P30 Pro имеет большой и яркий OLED-экран с диагональю 6,47 дюйма. В нем присутствует очень быстрый и точный сканер отпечатка пальцев, а также 32-мегапиксельная фронтальная камера, помещенная в каплевидный вырез. На тыльной стороне смартфона расположена основная 40-мегапиксельная камера, сверхширокоугольный объектив на 20 мегапикселей, ТОВ-камера и 8-мегапиксельный телеобъектив с лазерной автофокусировкой и пятикратным оптическим зумом. Камеры отлично справляются со своими задачами при любом освещении. Благодаря спектральному датчику, мощному процессору и самостоятельно разработанному алгоритму фотографии на Huawei P30 Pro получаются очень яркими и детальными, ТОВ-камера смартфона совместно с функцией интеллектуальной стабилизации изображения позволяет точно измерить глубину резкости и выделить объект съемки, а фон сделать размытым. Кроме того, основная камера смартфона умеет снимать видео в 4К разрешении с частотой 30 кадров в секунду, а благодаря оптической стабилизации видео ролики получаются плавными и не требуется использование штатива. Что касается производительности, то Huawei P30 Pro получил мощный восьмиядерный процессор Kirin 980. В тесте Antutu Benchmark смартфон набирает приличный результат в 405 тысяч очков. Ну а что касается автономности устройства, то здесь установлен аккумулятор емкостью на 4200 мАч, что позволяет смартфону работать до 28 часов в режиме разговора и 20 часов в режиме просмотра видеороликов. А поддержка технологии быстрой зарядки позволяет всего за полчаса на 70% восстановить заряд батареи смартфона. Также стоит отметить, что смартфон поддерживает технологию беспроводной зарядки. Еще один смартфон от компании Samsung, попавший в этот рейтинг – Galaxy S10, у которого 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Этот аппарат имеет стеклянный корпус и получил экран диагональю 6,1 дюйма с матрицей динамик Амулет и разрешением 1440 на 3040 пикселей. Смартфон защищен от попадания в него влаги и пыли в соответствии со стандартом IP68, и в нем имеется встроенный в экран сканер отпечатка пальца, который довольно быстро и точно распознает владельца. 10-мегапиксельная фронтальная камера расположена в миниатюрном отверстии прямо в дисплее. Она умеет снимать видео в 4К разрешении и имеет функцию «Живой фокус», с помощью которой можно делать красивые селфи. Камерный блок на отельной стороне смартфона состоит из 12-мегапиксельного основного модуля, 16-мегапиксельного сверхширокоугольного модуля и телеобъектива на 12 мегапикселей, обеспечивающего качественное приближение при съемке. Камера отлично справляется со своей работой как в светлое, так и в темное время суток. Запись видео может вестись в 4К разрешении с частотой 60 кадров в секунду. Кроме того, в смартфоне предусмотрен режим стабилизации при съемке. В зависимости от страны, в которой продается смартфон, он комплектуется процессорами Snapdragon 855 или Exynos 9820. Оба процессора имеют 8 ядер и обладают высокой производительностью. Что касается автономности Galaxy S10, то в нем установлен аккумулятор емкостью на 3400 мАч, обеспечивающий работу устройства на протяжении всего дня без подзарядки. Есть поддержка технологии быстрой и беспроводной зарядки, а также возможность обратной зарядки других гаджетов от смартфона. Завершает наш топ лучших смартфонов стоимостью до 50 тысяч рублей Xiaomi Mi 10, который имеет 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной памяти. Этот аппарат получил большой и очень яркий Super AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма. Ключевой особенностью экрана Mi 10 является частота его обновления, которая составляет 90 Гц. Благодаря этому анимация происходящего на экране смотрится более плавно, чем на смартфонах с меньшей частотой обновления. Xiaomi Mi 10 получил 20-мегапиксельную фронтальную камеру, расположенную в небольшом отверстии прямо в экране. Главный модуль основной камеры смартфона получил сенсор на 108 мегапикселей, благодаря чему можно делать снимки с высокой детализацией. Помимо этого в смартфоне есть 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, а также датчики глубины и макросъемки по 2 мегапикселя каждый. Благодаря такому сочетанию камер снимки на смартфон получаются хорошего качества. Кроме того, смартфон позволяет записывать видео в разрешении 8К 30 фпс. Что касается производительности, то Xiaomi Mi 10 получил мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 865, благодаря которому можно запускать без задержек самые требовательные игры. Также стоит отметить, что аппарат поддерживает подключение сетей 5G. Что касается времени автономной работы, то смартфон имеет батарею емкостью 4780 мАч, обеспечивающую длительное функционирование устройства. Помимо этого, Xiaomi Mi 10 поддерживает технологии быстрой и беспроводной зарядки, а также поддерживает обратную беспроводную зарядку других гаджетов. Это был топ 8 лучших смартфонов стоимостью до 50 тысяч рублей. Напишите в комментариях, какой из смартфонов вам нравится больше всего. Напомню, что посмотреть актуальные цены на все устройства, упоминаемые в данном топе, вы сможете по ссылкам, оставленным в описании. Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал и жать на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале Правильный Выбор.